Такой воздух в шесть утра, да? Непорядок Что там паучок? Жесть? Он забрал твои тапочки Не знаю? Забрал твои тапочки Вот бутылка на месте С водой отличная Моя лодка на месте Твоя на месте! Чашки на месте Столик тем более на месте В общем все на месте Блин мерзко, холодно Ух как мерзко и холодно И Водичка неспокойная Походу вот так вот Заканчивается наш маршрут Музыка 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 Так я и говорю И самое прикольное, что и вчера было Примерно так же, только поспокойнее Такая вот дичь Дичь Музыка 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 Продолжение следует... 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 Звук еще до качка не поносится с цепью, плавнуется. Пушистый ускорился. Шесть его кидает. Шесть. Забавляет. Очень жестко. В общем, я в Самаре. Волна очень большая. Кораблик у меня очень долго плыл. Боялся разогнаться. Откачал. Жесть, как сильно. Сейчас иду за машиной. Великой довольно далеко. Буду идти по пляжикам. Может возьму сейчас самокат. На самокате доеду. Такая здесь набережная классная. Сделан ухоженным. Такие здесь одинокие пляжи. На них никого нету. Классно они обустроены. Все есть для детей, для спортсменов. Посидеть, поиграть и посадать. Городиловки, уникалки. Все есть. Очень клево. На них нету. Непогода. В принципе, в такую непогоду тоже можно плавать. Но это не наш вариант немножко. Я бы, может. Но меня потом подбили. В общем, вывод. Надо будет ехать на подольше. И ловить погоду. Так вот. В общем, арендовал вот такой самокатик. Такие красоты. Еду. Еду за тачкой. Не получается ехать прямо в машине. Тут столько всяких достопримечательностей. Вот такая вот. Вот эта вот площадь офигенная. Память, наверное, героям. Там инсталляции какие-то показывают. Включенный огонь. Все дела. Красота. А там, походу, вот еще одна набережная. Жесть. Тут столько всяких храмов. Таких необычных и красивых. Там стела какая-то еще была. Классное место. Ну, вообще, все. Кинул я свой транспорт. Теперь самое интересное. Это мой основной транспорт. Все так волновались. Ну, я тоже немножко переживал, что оставил так машинку. На перешку сейчас пойдем. Пускать ее. Смотрите, как она там. Тоже приключение своего рода. Ну, вообще, парковальня здесь вот такая. Машинку здесь люди оставляют. Много машин тут стоит. Я, конечно, не знаю, насколько люди далеко уплывают, но по всей видимости далеко, потому что, ну, людей-то не видно. Ну, не потому что мы катерах там каких-нибудь, но все равно дачки здесь кидают. Значит, место такое специальное для этого дела. Ну, и, конечно, люди сперегают. Приходят сюда шашлыки поесть, искупаться. Какой себе дикий пляж. Солнце вылезло. Хотя его сегодня не ждали. Ну, ветер все еще сильный. Волнение на воде есть. Собственно, машина моя стоит. Все хорошо. Казалось, погодка лучше вроде становится, но что-то нет. Море волнуется раз. Море волнуется два. Я поехал. Море волнуется. Ну, короче, еду я в Жигулёск по этой ГЭС, которую мы должны были с Данилом пересекать. И сейчас я должен сказать, что, блин, мы бы её так просто не перебежали бы. Тут плотное движение, там железная дорога. Это такое мероприятие довольно жёсткое. А изгибать её по суше, ну, тоже там поверхность-то оказывается неровная довольно-таки. Там и горы, и населённые пункты. Вот. Ну, в общем, это Жигулёвская ГЭС. Видит вот так вот. Горы Жигулёвские тоже видят вот так вот. Такие холмики. Причём я вижу, там, походу, впереди, либо это ЛЭП, продолжение ЛЭПа, либо это трассы горнолыжные. Прикольные, если она так есть. Жигулёвск. Вот такие здесь жёлтые автобусы. Тут тоже есть свои горки. Такие вот домики кирпичные, прикольненькие. Тоже. Городок такой здесь, растянутый. Низкий и растянутый. Тут такие вот ещё широкие улицы. Надо дорожек. Прикольненький. Прикольно. И горы. Я вижу, там же живёт, взятый. А там шувя. АПЛОДОМОННОЕ ВОДАМИ. АПЛОДМЕНИЕ ВОДАМИ. БОДАМИ. АПЛОДМЕНИЕ ВОДАМИ. СВЕТСКИ. 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 ВОДАМИ. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...